Музыка Более полутонны нелегального алкоголя краевые полицейские изъяли за прошедшие праздничные дни. Стоимость конфискованной продукции составила 120 тысяч рублей. Только за истёкшую неделю сотрудниками органов внутренних дел проведено 35 рейдов, возбуждено 34 административных дела по фактам выявленных нарушений. К ответственности за продажу алкоголя без лицензии привлечены предприниматели из Красноярска, Ачинска, Шарыповского и Каннского районов. В Краевом центре и Богучанах были выявлены случаи продажи алкоголя несовершеннолетним. Информация обо всех зафиксированных правонарушениях направлена в Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. Коммерсантов за торговлю контрафактом могут лишить лицензий. Не все работники, не все должностные лица, юридические лица с пониманием относятся к тем нормам закона, которые сегодня у нас имеются. И вот эти нарушения хоть в таком количестве, но продолжают иметь место. Наша работа в этом направлении продолжается. Электроснабжение и отопление в Дудинке полностью восстановлены. Свет в жилые дома и социальные объекты вернули в половину восьмого вечера по местному времени 5 января. Теплоснабжение в жилые дома в полном объеме вернулось в час сорок ночи 6 числа. В общей сложности жители города провели без электричества 7 часов. Напомню, Дудинка осталась практически полностью обесточена днем 5 января. Сначала в 6 часов утра 5 января произошло падение держателя ЛЭП-119 на 110 кВ. Спустя час сеть запитали через ЛЭП-182 аналогичной мощности. В 12.29 произошло падение держателя ЛЭП-182. Под отключение попали 131 жилой дом, 27 социальных объектов и 22 738 жителей. Всего население города составляет 23 856 человек. Для восстановления энергоснабжения была организована работа 23 аварийно-восстановительных бригад. Всего было задействовано 143 человека, 20 единиц техники. Из них вот МЧС 56 человек и 3 единицы техники. Водителей, проезжавших накануне по улице авиаторов, Красноярске удивили и даже испугали несущиеся рядом с ними по дороге лошади. Видео, как животные быстро движутся вдоль проезжей части между автомобилями, появилось в соцсетях. По сообщениям очевидцев, коней незадолго до инцидента видели на дороге на улице Водопьянова. Напуганные животные несколько раз едва не спровоцировали ДТП. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, в дежурную часть не поступало никакой информации об этом происшествии. Однако в полиции отметили, что если водители еще раз заметят бесхозных лошадей на проезжей части, то им следует немедленно сообщить об этом. Поскольку животные передвигались по проезжей части хаотично и без погонщика, который должен обеспечивать безопасность и не мешать другим участникам дорожного движения, то в случившемся можно усмотреть нарушение ПДД, предусмотренное одной из статей об административных правонарушениях. За это владельцу лошадей, если его личность будет установлена, грозит штраф. В парке Флоры и Фауны Роев Ручей сегодня побывали участники международного проекта «Россия глазами иностранцев». 25 студентов из Бразилии, Индии, Австралии и Японии своими глазами смогли посмотреть, что такое настоящая Россия. В Красноярске для иностранных гостей будут организованы несколько публичных встреч и экскурсий, одна из которых в зоопарк. Владым людям показали дальневосточных и бенгальских тигров, а еще сибирских хаски. Парк и Красноярск студентам понравились, но вот к сибирским морозам они вряд ли скоро привыкнут. Я была готова к морозу, но все равно такие низкие температуры произвели на меня сильное впечатление. Очень холодно для меня, ну и вообще очень необычная для Австралии архитектура в Красноярске и впечатлила российская деревня. В России очень холодно, но мне нравится холодные страны, поэтому мне очень понравилось здесь. 6 января православный мир отмечает рождественский сочельник. В храмах Красноярска уже начались торжественные богослужения. Особые праздничные службы пройдут и сегодняшней ночью, и завтра. Празднику предшествовал многодневный пост, а в этот день верующие вообще не вкушают пищи до первой звезды. В столице региона митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон совершит ночную божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в храме Рождества Христова на улице Щерса. В связи с этим в ночь с 6 на 7 января от храма будет организовано движение по четырем автобусным маршрутам. Вместимость каждого около 100 пассажиров. Все они начнут свое движение в 2.45. Уехать можно будет бесплатно. Каждый из маршрутов охватит значительную часть Красноярска. С точной схемой движения можно познакомиться на сайте администрации города. За порядком во время праздника будут следить полицейские. Для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения данных мероприятий нами планируется задействовать более 300 сотрудников органов внутренних дел и 120 казаков Енисейского казачьего войскового общества. В мероприятиях ожидается, что примет участие более 30 тысяч жителей и гостей Красноярского края. Сотрудники органов внутренних дел перед началом мероприятий выполнят комплекс антитеррористических мероприятий. Будут проведены обследования прилегающей территории с использованием как служебных собак, так и технических средств. Хоккейный Енисей накануне одержал победу в очередном туре чемпионата России. Игра прошла в Новосибирске против местного Сипсельмаша. Счет открыли наши земляки. Фактически, хозяева ледовой площадки были вынуждены с самого начала матча уйти в оборону. Перерывы счет был 1-8 в пользу красноярцев. Свой второй и последний гол новосибирцы забили в самом начале второго тайма. Все оставшееся время хоккеисты Енисея буквально каждую минуту увеличивали разрыв в счете. Итог встречи 15-2 в пользу красноярской команды. Стоит отметить, клубы уже встречались в столице региона в декабре прошлого года. Тогда наши земляки одержали верх со счетом 16-0. Следующая игра пройдет уже на своем льду 11 января против Родвины из Кирова. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ